всем привет по соседству с нашим домом есть магазинчик мясной и там можно купить очень недорого вот такую грудинку и ты вот такую грудинку за 169 рублей дарит и ты тоже будешь готовить да ну что смысл такой мы решили ее приготовить следующим образом решили ее закоптить коптилки которые коптят также и рыбу и другие а вот этого мы крылья коптили сейчас решили сделать горячего копчения эту пашнину и грудинку так называемую она у меня пролежала двое суток в холодильнике сначала взял на два с половиной килограмма 10 столовых ложек соевого соуса самого простого самого классического который только у вас может быть дома дальше 10 столовых ложек соли 3 столовые ложки сахара и перчика посыпался все это дело замешал соли получилось мне показалось очень много ну на самом деле как казалось это нормально и пролежало у меня это все двое суток каждые сутки я мы так переворачивали распадривали это все дело на вторые сутки мы все слили лишнюю соль убрали там какая-то была еще но на большинстве случаев впиталась и ушла на дно и часть больше и вот сегодня на вторые сутки будем это все дело коптить сейчас что надо сделать посушить бумажными полотенцами это все чтобы она не была такая влажная как сейчас вот хотя бы немножко она должна просушиться и после этого мы еще раз прибодрим специями я добавлю немножко базилика базилика я еще бросал вначале немножко базилика кориандра добавим я думаю чесноком еще немножко взбодрить который у нас будет перед этим мелкой истолчен и все и потом на час поставим ее всю красоту эту самую коптилку коптилку покажу позже вот и естественно будет делаться все на щепе все увидимся мясо просушили немножко я взял простую тряпку сухую кирина старая футболка и это все просушил промочил так это она побежала немножко стала поддать его ну и она конечно такое деревянненько уже кажется цвет у него такой только из-за своего соуса также решил добавить сюда еще чеснока я его перед детям порезал конечно и порезал почистил порезал и сейчас я буду его туда шпиковать ну держи посмотри под это все все я беру делаю небольшой надрезик ну так туда плотно ты делал какую еще один это где угодно где он больше захотелось туда желательно поглубже совать чтобы она у нас не выпадывала и потом когда у нас уже все будет готова когда это все охладиться мы будем нарезать и чесночок вот такой слоечкой будет что-то вкусно смотреться но очень дальше уже доделаю сам выполнить да по какому принципу это все надо сделать для всех пушков ну вот такая коптильня и давшая виду уже неоднократно мы не пользовались пилы в голомарте по-моему за 250 рублей насыпал щит он самый простой вот так вот этого должно хватить много щеба тоже не надо потому что иначе у нас нас будет такое черное черное а вот так будет нормально сейчас решеточки мы прокалим от прошлой еды берем все остатки пищи и начнем укладывать это я покажу дальше вот так вот мы мясо уложили я добавил лавровые листики вниз по два листика и вперед в верхнюю решеточку сейчас мы закрываем все это дело и потом укладываем на гостер вот так вот костерчик у нас уже горит ставим и ждем в общем-то 50 минут примерно через минут 45 я наверное открою посмотрю и начну выгонять уже дым но это дальше дойдем до этого ну вот прошло порядка 10 минут коптилочка у нас работает огонь идет огонь небольшой дым из коптилки пошел запах интересный ну как будто бы рыбу коптишь такая же вот это ольха запах и он очень привычный кажется запах мяса пока не чувствуется чувствуется до запах мяса но говорят что чувствует вот так вот ждем дальше пока не открываем прошло 45 минут и вот такое вот оно мяско я открыл сейчас она у нас начинает дышать до того чтобы вышел весь дым и она начинает проветриваться когда придет 55 минут или час ровно я просто поставлю его там открыто и она будет отдыхать и дойдет само после этого мы убираем его в холодильник когда она остынет и она должна полежать минимум 6 часов ну вот мы попробовали один кусочек пока она еще теплая была очень вкусно шикардос шкурка такая немножко хрустящая получилось ну когда в холодильнике полежит она станет помягче ой у меня аж слюни текут все еще вот такие кусочки всем понравилось надо пробовать делать это мясо мы переложили положили его в такую фольгу сейчас она полежит немножко так потом мы уберем в холодильник она часов шесть-семь пролежит ну наверное может до утра и потом уже переложим после этого в пакетике и в пакетик оно будет храниться у вас всего приятного аппетита